Осада Ниеншанца Осада и взятие русскими войсками шведской крепости Ниеншанц, расположенной недалеко от Устя-Невы. Период Великой Северной войны осада происходила в период 25 апреля – 1 мая 1703 года и закончилась без штурма капитуляцией шведского гарнизона. История После падения Натибурга в октябре 1702 года весной следующего года Петр I предпринял операцию по овладению Ниеншанцем. В ожидании этого события шведский комендант крепости сжег город Ниенштад, окружающий крепость. Крепость состояла в то время из правильного пятиугольника. Фронты были небольшого протяжения с земляными от ловость семьи, окруженной палисадом у подошвы наружной от ловости вала. Два из них имели равелины. За контраскарпом находился усиленный палисадом прикрытый путь. Наружная ограда состояла из двух бастионных фронтов с крыльями, почти доходившими до Гласиса крепости. Эта ограда, заложенная за год до начала осады генералом А, крайнеортом, не была окончена и послужила превосходным укрытием для осаждающих от крепостного огня. Мостовое укрепление представляло собой полевой окоп. Гарнизон состояло 600 солдат при 75 пушках и трех мортирах. Комендантом был подполковник Кополов, человек больной и старый из русского рода, перешедшего на службу Швеции. Офицеров было немного. Русская осадная армия под началом генерал-фельдмаршала БП Шереметьево собиралась в Шлиссельбурге. Генеральство Айрепнина, гвардейские полки под командой генерал-майора И. Чамберса, отряд генерал-майора Ява Брюса, два драгунских полка и новгородские дворяне под началом воевода П. Мапраксина. 23 апреля 1703 года осадная армия БП Шереметьево выступила из Шлиссельбурга и двинулась правым берегом Невы к Ниеншенцу. В 15 километрах от крепости фельдмаршал выслал вперед на лодках, действовавших прежде в Ладожском озере. Отряд в 2000 человек под командованием полковника Нитгарта и капитана Глебовского для разведки. В ночь на 25 апреля, незамеченными достигнув крепости, Нитгард произвел внезапное нападение на наружную ограду и без труда овладел ей. Опрокинув сторожевые посты шведов, некоторые смельчаки взбежали даже на бастион. Этому успеху содействовала малочисленность гарнизона, который не мог охранять надлежащим образом ни наружную ограду, ни предместное укрепление. Но не получив подкрепление и имея приказ только произвести разведку, отряд Нитгарта отступил. К вечеру 25 апреля к Ниеншенцу подошли все войска Шереметьево. Часть осадной армии расположилась позади захваченного наружного вала, а другая часть, переправившись через Охту, стала вдоль по течению ее до самого устья, напротив крепости, и прикрылась контрволационной линией реданного расположения. Хотя позиция, выбранная Шереметьевым, представляла собой удобную цель для шведских артиллеристов, но лес, болота и кочки, окружавшие Ниеншенц не позволяли выбрать лучшую. Ту же ночь под руководством инженер-генерала Ломбера была вырыта против крепости в 65 метрах от подошвы Глассиса, траншея. Заметив работы, неприятель открыл сильный артиллерийский огонь, безвредный для осаждающих. Ночью из Шлиссельбурга была доставлена водой осадная артиллерия с 10 тысяч бомб. 26 апреля к армии прибыл Петр I со свитой и по своему обыкновению произвел личную разведку крепости. В течение 27 апреля работы по заложению подступов продолжались. В этот же день приступили к постройке батарей. Вечером 28 апреля царь с четырьмя ротами Преображенского полка и тремя ротами Семеновского отправился по Неве в 60 лодках мимо Ниеншанца кустью Невы. Для его осмотра и занятия на случай появления неприятеля со стороны моря, когда флотилия проходила мимо крепости, по ней был открыт орудийный огонь. На другой день Петр возвратился в лагерь, оставив на острове Виссари или Прутовом три роты с бомбардирским урядником Михаилом Щепотьевым, а с остальными возвратился в лагерь. В ночь на 30 апреля построенные батареи были вооружены 19 пушками и 13 мортирами. В полдень 30 апреля, когда орудия были на местах, фельдмаршал послал коменданту предложение сдать крепость, но получил отказ о поле. Вот тогда в 19 часов был открыт по Ниеншанцу огонь со всех батарей. Из мортир стреляли всю ночь. Шведы сначала энергично отвечали из крепости, но к 5 утра 1 мая огонь затих. Гарнизон крепости, опасаясь приступа, приступил к переговорам. Парабанщик на крепости ударил к сдаче. Был составлен договор о капитуляции Ниеншанца при условии свободного пропуска гарнизона в Нарву или выборг с оружием, знаменами и четырьмя железными пушками. Взятую крепость переименовали в Шлатбург. Последствия. Через неделю после падения Ниеншанца в Усть-Инивы состоялся морской бой между русскими лодками и шведскими малыми кораблями из эскадры, пришедшей на помощь осажденной крепости. Вскоре в Усть-Инивы Петр I заложил новый город-крепость Санкт-Петербург. 8 июля 1703 года в бою на Эр, сестра русские войска отбросили шведский корпус Акра-Ниорта к Выборгу. В это время генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметьев 27 мая 1703 года взял Копорье, генерал-майор Ангефон Верден 14 мая 1703 года взял Ямбург. Таким образом завершено было завоевание Ингер-Мамландии. Субтитры создавал DimaTorzok